Где контейнеры? Где площадки? Когда жители увидят изменения в системе обращения с твердыми коммунальными отходами? Вот самые распространенные вопросы, которые озвучивают депутаты Комитета Думы по городскому хозяйству, представителям администрации и представителю регионального оператора. Ведь на сегодняшний день, кроме роста тарифа по данной услуге, полевчане ничего не увидели. А ответ прост. Нет денег на оборудование мест складирования мусора. Первоначальный расчет показал, что для того, чтобы построить в Полевском контейнерные площадки, необходимо порядка 70 миллионов рублей. А в бюджет заложили 6 миллионов 300 тысяч. Общая сумма по расчетам для организации 157 контейнерных площадок равна 15 миллионам рублей. Значит, 6 300 имеем, еще необходимо 8 700 для того, чтобы организовать 157 контейнерных площадок у многоквартирных домов в северной, южной частях города, а также в сельских населенных пунктах. Речь сейчас не идет о создании контейнерных площадок на территории размещения домов частного сектора. Что касается частного сектора северной части, то до сегодняшнего дня не решен вопрос по способу сбора твердых коммунальных отходов в этом районе. Всему виной плотная застройка и отсутствие санитарной возможности установки здесь контейнеров. Но это не ответ, говорит представитель регионального оператора, так как закон запрещает помешковый сбор с 1 января 2020 года, независимо от плотности застройки и пожелания жителей. А это значит, администрации города необходимо как можно быстрее позаботиться о строительстве в Полевском контейнерных площадок. Дмитрий Коробейников поясняет, они делают все возможное, чтобы уже к 1 июля 2019 года территория запустила новый механизм сбора коммунальных отходов. Мы получаем средства из областного бюджета и приступаем к организации конкурсных процедур для определения победителя на выполнение этих работ. Либо мы уже берем одну из частей, северную либо южную, но вот еще сейчас этот вопрос точно не решен. И определяем конкретные точки и места в соответствии с по адресным перечнем, уже определенным постановлением главы. Мы определяем конкретные точки и на эти точки проводим аукцион на сумму 6 миллионов 300. И после поступления денежных средств проводим повторный аукцион. И тут новые вопросы. Во-первых, кто будет обслуживать эти площадки после ввода их в эксплуатацию? Первый замглавы, цитируя закон о мусорной реформе, говорит, что региональный оператор. А вот ТКО «Экосервис» уточняет, что ответит только за беспорядок, который возникнет в момент загрузки контейнера. А все остальное – это миссия собственников земельного участка. А это значит, поддержание порядка около контейнеров обойдется администрации города примерно в 3 миллиона рублей в год. На сегодня денег нет. Но есть тариф. Это более 120 рублей из жителей, проживающих в многоквартирных домах, и порядка 137 для тех, кто проживает в домах частного сектора. Народные избранники интересуются, как можно секвестировать эти суммы. Уж слишком дорого обходится гражданам мусорная реформа. Радик Хисамудинов называет как вариант пересмотра тарифа – это дуальный сбор, четкое разделение отходов. То есть это два контейнера, это, ну, я имею в виду, два деления, двух составляющих. Это дуальный сбор, это органика, которую можно вести сразу на полигон, который подвержен одниению. То есть и все остальное – пластик, картон, бумага, стекло, железо, все, что может быть переработано. Оговоримся, есть еще один. Он прописан в постановлении правительства об утверждении правил коммерческого учета объема или массы твердых коммунальных отходов, то есть по контейнерный сбор, по факту собранного и переработанного мусора. Но об этом директор «Экосервис» не говорит. Зато открыто рассказывает о уже затраченных суммах в рамках мусорной реформы в Полевском из его кармана. Я потратил полтора миллиона рублей денег, чтобы провести, грубо говоря, все работы, геодезические работы по составлению схем расположения полностью. Мало того, что это было согласительно со всеми в рамках Санпина согласовано, то есть расстояние контейнерных площадок. Это было комиссионно выяснено там, где идут нарушения, то есть там была привлечена общественность, было привлечено Роспотребнадзор, Росприроднадзор, комиссионно было подписано, что здесь можно составить. Все это хорошо, если бы не возражения жителей, которые порой недоумевают, как и кто утверждал места будущих контейнерных площадок. Есть случаи, когда контейнеры предполагается установить на расстоянии менее чем 20 метров от МКД, на места существующих парковок или у стока воды. Администрация готова рассматривать каждый случай обращения, говорит Дмитрий Коробенников. Сегодня в комиссию по благоустройству поступило уже порядка 40 обращений. Приходят и пишут полевчане также и в компанию Беллингера. Значит, с 1 апреля 2018 года не выдаются домовые книги в частном секторе. Кто будет вести учет в частном секторе по выдаче справок о количестве прописанных. Начисление производится согласно 354-му постановлению, количество зарегистрировано. Рекоператор в том числе заинтересован, люди пошли. Если администрация справки не выдает до даты вступления данного законодательства в силу, проблема будет. А вот управляющая компания Северной части призывает жителей города начать свое знакомство с региональным оператором, перейдя на прямые договоры. На данном этапе это уже сделали жители 113 многоквартирных домов. И в этом есть немало плюсов. Прямой диалог именно с региональным оператором, ну и начисление денежных средств, чтобы не было посредника, как сейчас часто об этом говорят, что управляющая компания является тем посредником, где оседают какие-либо денежные средства, чтобы не было этого, чтобы уйти от этого. Мы говорим тому, чтобы собственность напрямую и напрямую предприятия. Жилой фонд Северной части – это 324 многоквартирных дома. Из них 39 многоквартирных домов прошли процедуру неживания земельного участка. То есть этим собственникам жилья будут предложены первое – это размещение в соответствии с схемой размещения контейнерных площадок за счет средств собственников, но и точно так же по обслуживанию. То есть это было все данное разъяснение в марте месяца. Более часа обсуждали депутаты комитета дома вопрос организации в нашем городе контейнерных площадок и реализации мусорной реформы. После рекомендовали администрации города и главе как можно быстрее решить вопрос со строительством мест складирования твердых коммунальных отходов. Ксения Балденкова, Сергей Чижов. Новости. Твой день.